Продолжение следует... А что ложь? Однако говорилось, что в разных областях губернаторы стали выписывать себе и своим сотрудникам достаточно крупные по армянским меркам премии. Особо сильное негодование вызвало то, что идентичные премии себе выписала мэрия Еревана. И тут стоит обозначить, что нынешний мэр столицы Айк-Марутян человек, которого горожане выбрали сами, потому он им максимально подотчетен. И если я все правильно понял, людей также разозлило то, что поначалу мэрия не отчиталась о том, кто и в каких размерах получил эти самые премиальные. В дальнейшем источники из мэрии подтвердили, что действительно потратили около 980 тысяч долларов на премии, однако сам мэр Еревана от денежных поощрений отказался. Сотрудники мэрии Еревана действительно были премированы на Новый год на общую сумму в 474 миллиона драмов, около 980 тысяч долларов. Однако сам градоначальник Айк-Марутян денежное вознаграждение на свое имя не выписывал. И кажется, 29 числа во вторник, то есть на момент записи этого ролика, в национальном собрании должно пройти совещание, посвященное обсуждению этих самых нашумевших премий. Итогов совещания я пока что не знаю, так что загадывать не буду. В стороне не остался и премьер-министр Никол Пашинян. Он объяснился перед людьми в прямом эфире у себя на фейсбуке. По словам Пашиняна, в госучреждениях есть специальные фонды для выдачи премий, а по сложившейся традиции сотрудники получают их каждые три месяца. Было забавно наблюдать, как депутаты парламента критикуют правительства и губернаторов за премии. Они молчат о том, что сами в декабре получили 13-ю зарплату. Это многолетняя традиция, и они сами с удовольствием брали эти деньги. А сейчас созывают пресс-конференции и говорят о недопустимости премий. В Армении действует такая система, и когда я приступил к исполнению обязанностей премьера, была традиция давать премии каждый квартал. Эта система всегда действовала почти во всех государственных учреждениях. К слову, сам Никол от премии тоже отказался. А у меня назревает вопрос, почему вокруг этой темы началось только шумихи, если так называемую 13-ю зарплату выплачивали всегда? В социальных сетях я видел утверждение о том, что тему раздули так называемые прокочаряновские и прореспубликанские СМИ. Грубо говоря, оппозиционные средства массовой информации, цель которых это в принципе критиковать власть. Я понимаю, как это все работает. СМИ запускают новость с провокационным громким заголовком, рассчитывая на то, что простой человек вряд ли будет особо-то в это все вникать и разбираться, где там правда, а где ложь. Но соответствующие эмоции у него это вызовет. Я не совсем представляю, как работают армянские СМИ. Я понял, что есть так называемые оппозиционные ресурсы, которые раньше были провластными. А есть ли сейчас провластные ресурсы? Есть ли СМИ, над которыми Пашинян имеет контроль? Просто судя по тому, что Никол отчитывается перед народом через свой Фейсбук, со стороны создается впечатление, что никакого давления на журналистов, вне зависимости от их повестки, не оказывается. Опять же, я ничего не утверждаю, а лишь предполагаю, ибо смотрю на ситуацию как сторонний наблюдатель. Но мне сложно представить, чтобы, например, Ильхам Алиев отчитывался в социальных сетях перед гражданами о расходе государственных средств. Сам факт того, что армянское общество подхватило данную тему, а власть, увидев это, сразу же отчиталась, вот что здорово. Государственные деньги – это деньги налогоплательщиков. И они имеют право знать, на что эти средства расходуются. Да, пусть традиции, пусть все в норме, пусть вы ни в чем не виноваты. Но если это вызвало вопросы у людей, то власть должна объясниться. И именно это она сделала. Как я понял, одной из причин таких премиальных является то, что у армянских государственных чиновников достаточно низкие заработные платы. К примеру, Никол Пашинян как-то озвучивал, что его зарплата в должности премьер-министра составляет чуть больше 2000 долларов. А он, по сути, первый человек в стране. Я уверен, что Пашинян не глупый человек, и ему хватает ума осознанно не совершать поступков, которые могут нанести репутационный ущерб. Особенно сейчас, когда во власти он провел совсем немного времени. Но не надо забывать, что Никол – народный избранник. Его выбрали люди против воли государственного аппарата, который был вынужден отступить перед требованием общества. Субтитры создавал DimaTorzok И именно то, что Никол Пашинян законно избранный лидер страны, накладывает на него еще большую ответственность. Ведь он в ответе перед теми людьми, которые его выбрали. И, как мне кажется, он это прекрасно понимает. Потому общество и получает ответы на вопросы о премиях. Лично я не увидел ничего преступного в поступке властей, если они просто делали то, что традиционно делалось многие-многие годы. Оппозиционные СМИ, естественно, раздули эту информацию настолько, насколько возможно. И это логично. Даже отбросив то, что бывшие власти, вероятно, точат зуб на Никола, это, в принципе, работа оппозиции – критиковать действующую власть. А порой и преувеличивая грехи власти – это тоже очень распространенный метод оппозиции во всех странах. Но все же я могу ошибаться. И мне интересно, как к этой ситуации относятся жители Армении. Так что, господа Армении, пожалуйста, напишите свое мнение. Все прочту и все проанализирую. Продолжение следует...